Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас в программе вот такое вот чудо природы, такой вот шарф. Потом еще я сейчас покажу, что именно, как вы его можете модифицировать. У меня вот такая вот пряжа, вискоза, совсем вискоза, вискоза, вот такая вот живая, шнурочек, да, шнурочки, плоский как бы шнурочек. Вот, вы можете намиксовать все, абсолютно все, что угодно, вот что бы вам не захотелось. У меня было 500 грамм этой пряжи, вот такой вот ленточная, да, опять сказала шнурочек, теперь ленточная. Ну, скорее всего, что это ленточный шнурок. И вот, вот что можно связать. Значит, это как идея, вы как хотите, в какую хотите пряжу возьмите, намиксуйте как хотите, можете пушистый его сделать, можете, если это зимний вариант. У меня такой вот летний вариант. И вот все, что вы можете, как вы можете, кроме шарфа, его носить, а еще в второй половине видео будет еще круче, еще одна вещь, очень крутая, на базе этого шарфа. Значит, девчоночки, мои дорогие, что у меня было? Спицы 8 миллиметров, 8 миллиметров спицы. Пряжа, как я уже сказала, вот какая-то синтетика, ленточка, не ленточка. Ну, ленточка, скорее всего, она такая вязаная, вся такая шелковистая, но это синтетика. Тут, по большому счету, кроме сборки, набора петель и лицевой петли, ничего нет. Ну, то есть, вещь оригинально своей, как бы, универсальностью. Вот зимой вы будете носить, как шарф, а летом, вот как, как такое болеро. И плюс еще же можно кардиган сделать. Сейчас я вам все об этом расскажу. Значит, для начала, плотность вязания 14,7 петель в 10 сантиметрах и в 10 сантиметрах 20,5 рядов. Спицы 8 миллиметров, вязка платочная, самое что ни на есть, платочная, вплоть до того, что последняя петля тоже лицевой. Вот, и так, для основной детали я взяла, набрала 50 петель, это 34 сантиметра в ширину. То есть, вот мой набор петель, и я петли я набираю классическим способом. Вы можете набрать так, как вам удобно, просто набираю нужное количество петель. В конце завязываю узел, как обычно, я всегда вяжу этот узел, вот тогда и первая петля вяжется удобнее, и фиксируется краешек. Вот, далее вяжем лицевыми петлями, и лицевой, и изнаночный ряд вяжем лицевыми петлями, это для новичков, кто новенький. Вот. Последнюю петлю тоже провязываю лицевой петлей, для того, чтобы образовался красивый край. При провязывании лицевой петлей, кромочной, получается такой вот узелочек, и очень красивый, красивый, зубчатый край. Второй ряд, и последующие ряды, все точно так же, все лицевыми петлями, вплоть до кромочной. Закрываем петли тоже классическим способом, провязывая по две петли вместе. Вы можете использовать любой способ закрытия петель, какой вам удобен, привычен, вот и какой вы умеете. Далее обрезаем нить, и заправляем остаток хвостик, при помощи крючка. Вязала вот в длину 350 рядов, пока у меня не случилось 170 сантиметров. Вот, но у меня он хорошо тянется, можно и 180-190, это как бы не помешает, я думаю, будет даже лучше. Вот, и еще одна вот такая вот деталь, которая у меня, 68 петель, 108 рядов. Ее мы будем пришивать, вот у нас этот длинный шарф, и вот такой вот прямоугольный. Вот, все манипуляции с шарфом я вам показала, что с ним можно сделать. Теперь мы будем этот шарф, вот здесь вот пришьем эту детальку. То есть, вы вяжете две детали платочной вязкой, шарф и вот такой вот мини-шарф, ну просто прямоугольник. По вот этим вот параметрам. Если не попали в плотность, ориентируйтесь на сантиметры, да, мы все это знаем. Итак, у меня есть вот этот вот шарф. Я отмерила двумя маркерами, смотрите, по центру. 46 сантиметров, ровно столько у меня ширина вот этого вот, вот этой детали. И эту деталь, видите, я закрыла петли и оставила нить достаточно длинную. Что я хочу сказать? Пока я буду пришивать, я с вами поговорю. То есть, от маркера до маркера эти 46 сантиметров я пришиваю. И расскажу вам немного. Значит, по деталям и по набору петлям вы поняли, я думаю. Вот. Дело в том, что вот эту часть пришивать нужно так, чтобы потом ее легко было распустить. Для чего? А для того, чтобы зимой пользоваться. И шарфон. И как жилет она будет. Вот. И как кардиган. Ну, то есть, чтобы очень легко можно было это все, эту конструкцию как бы превратить и в жилет, и в кардиган. То есть, по вот эту вот часть я сшиваю так прям грубо-грубо. И как кардиган. Продолжение следует... Смотрите, девчонки, вот так вот вам покажу. Видите, пришито. Оно корявенько, но это же моя вискоза. Теперь вот, смотрите, я по бокам отделила 40 рядов розовый маркер. Раз, два. И с этой стороны раз, два. И по полочке снизу 40 рядов. Видите, раз, два. То есть, вот эту часть между маркерами я буду сшивать. Внизу останется разрез, а вверху останется рука. То же самое здесь. Вот таким вот образом. Разрез сошью вверху рукав. Вот, по большому счету и вся конструкция. То есть, вот здесь вот я вот так сошью, оставлю рукава. Потом на себе покажу, что у меня получится. Вот, мои дорогие. Вот у меня сшит бок. Разрез. Страшно гуляет эта пряжа. Вообще, своей жизнью живет. Что хотела показать. Вот, смотрите, здесь, как бы, по шарфу больше. Это нормально. Вот оно так будет загибаться. И оно примет свою форму. Это нормально, девчонки. Вот, смотрите, что из этого всего получилось. Я думаю, такая неплохая альтернатива кардигану летнему. Да, и не только летнему. И зимнему. Именно для новичков. Вот, кто только начинает. А вещицу прикольную, классную хочется. Вот вам и пожалуйста. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока. Продолжение следует.